Депутаты встречались с бюджетополучателями, руководителями различных департаментов мэрии. О чем шла речь? Какие цифры? Действительно, это новый формат, в котором работает наш созыв Городской Думы. То, что проходят рабочие встречи перед принятием для более детального изучения бюджета, для того, чтобы у бюджетополучателей была возможность сказать о тех сложных вопросах, с которыми они могут столкнуться в предстоящем году финансовых, на что им требуются средства, на выполнение каких тех или иных мероприятий. Это одна сторона вопроса. А вторая сторона вопроса, это для более детального понимания самими депутатами, это запрос именно от депутатской среды, для того, чтобы более тщательно разбираться во всех статьях бюджета, вплоть до самых-самых-самых нишек распорядителей, первичного звена распорядителей бюджетных средств. То есть, чтобы это не было просто какой-то такой виртуальной цифрой, 6 миллиардов 300 миллионов, приняли бюджет и как бы на этом закончилось. То есть, у людей есть желание понимания того, что этим необходимо заниматься и понимать, на какие статьи, по возможности досконально идут средства, для того, чтобы общаться и со своими избирателями, которые ставят порой неудобные вопросы. То есть, депутат должен владеть тем, на что идут деньги. Сейчас бюджет принимают на 3 года, да? Тенденция этого года, плановый такой период на 3 года. Но, тем не менее, он как бы в основных цифрах плановый, а, как правило, это заработная плата, налоги, коммунальные платежи. То есть, то, что примерно можно просчитать в рамках инфляционных ожиданий. Ну, а статьи есть, которые будут редактироваться, либо в сторону увеличения, либо уменьшения. То есть, большая доля вероятности, это будут траты на коммунальное обслуживание, на асфальтирование, на озеленение. Если говорить о доходах и расходах главного финансового документа, вот какие цифры? Пока этих цифр нет. Это, как бы, в старом понимании было первое чтение, то есть, примерно 2 миллиарда 700. Это у нас там, как правило, заработная плата, налоги, а окончательные цифры тех сумок, это безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов, где-то порядка, ну, более 3 миллиардов. Уже с них будет распределение идти на различные программы, на благоустройство. То есть, там именно будут те статьи, которые и интересны гражданам, и те цифры. Но, надеемся, что бюджет будет не меньше, чем в этом году. Происходит же инфляция, происходит удорожание и закупок, и у поставщиков, и товаров, и услуг. Поэтому, я думаю, что, как минимум, в тех же цифрах, ну, это значит, будет исполнение бюджета напряженнее тогда. В одном из интервью вы упомянули о том, что город ежегодно недополучает финансирование. Вот, на ваш взгляд, в связи с чем это связано? Ну, сложно сказать, потому что, в связи с чем. Потому что это решение, оно принимается в правительстве при утверждении бюджета. Когда город представляет свою бюджетную оценку, можно судить так, ну, как можно рассуждать, да, допустим, 100 миллионов потратить на благоустройство дорог или 50 миллионов. По сути, это выполнение функций исполнительного органа. То есть, как бы, деньги выделяются, но только в меньшем объеме. То есть, вот, это одна статья. Другой вариант, были такие у нас года, когда доводилась сумма бюджета, без учета, допустим, последнего месяца, на 11 месяцев коммунальные платежи, на 11 месяцев заработная плата. Такие года были. С чем связано? Ну, наверное, какие-то сложности были в вышестоящих бюджетах. То есть, вот именно, что отсутствие этой информации, оно не дает мне основания рассуждать на эту тему, почему и как. Констатируем факты. Из-за этого образуется кредиторская задолженность. Соответственно, с годами она нарастала, нарастала. Пришла к тому значению, но на начало, на конец 15-го года, это было порядка 350 миллионов только по фондам. По оплате фонда социального страхования, пенсионного, пенсионный фонд заработных плат. За эти несколько лет эту кредиторскую задолженность удалось снизить. Сейчас у нас составляет порядка 220 миллионов. Это мы говорим о тех цифрах, которые очень необходимы городу для того, чтобы закрыть эти задолженности. Это перед фондами, порядка 220 миллионов, и порядка 100 миллионов рублей, это перед коммунальщиками. Это именно те статьи затрат. Эта кредиторская задолженность, она имеет все признаки неэффективности, неэффективной траты денег. Потому что по ним начисляются штрафы, начисляется пеня. Где-то в год мы платим порядка 50 миллионов штрафных санкций, пеней, именно по вот этим направлениям. То, что есть кредиторская задолженность перед поставщиками услуга, она, как ее свели до минимума, она имеет переходящие эффекты, и в начале года она гасится, и дальше начинается новая работа. Поэтому, если говорить о бюджетной оценке, которая была заявлена в этом году, примерно на миллиард рублей, это по информации от главы, на миллиард рублей была сокращена оценка муниципального образования, то есть бюджет будет уже на миллиард меньше. И кредиторская задолженность, она не была включена, не была принята. Что тоже, на мой взгляд, неправильно. Нам нужно именно жить в тех позициях, чтобы деньги тратились эффективно. Вот такое мнение. Городу нужно порядка 350 миллионов рублей, чтобы именно закрыть те платежи, которые не влекут за собой наложение штрафов и пеней. Сергей Владимирович, а как, на Ваш взгляд, какая сфера особого внимания требует именно в следующем году? Все сферы, я считаю, требуют внимания. Ну, денежно-кредитная политика, наверное, наиболее для того, чтобы не увеличивать кредитную массу, для того, чтобы ее как минимум оставить в том размере, в каком она есть, пока эти года удается ее сдерживать, в отличие от предыдущих лет, когда она только нарастала. Хочется акцентировать внимание на контроле. Контроль — это неотъемлемая часть управленческих функций, именно управление в муниципальном образовании, именно на первичном звене, как расходуются бюджетные средства, либо те товары и материальные ценности, которые приобретены за бюджетные средства. Я думаю, что это такая серьезная сфера, которая может принести много положительных моментов. Мои коллеги за предыдущие несколько лет акцентировали внимание на некоторых направлениях по бюджетополучателям. И я уже говорил об этом, то есть десятки миллионов рублей экономии для бюджета в результате этого пристального внимания, изучения вопросов, они появились. То есть город реально сэкономил, и я думаю, что резервы еще есть. В ноябре вы встречались с жителями своего избирательного округа. Вот какие вопросы вам задавали, и как планируете решать их? Да, это неотъемлемая, я считаю, часть работы каждого депутата. Не только в год, который предшествует выборам, встречаться в округах с населением, а регулярно, на регулярной основе поддерживать эту связь, потому что она позволяет именно чувствовать настроение в обществе, не только, которые касаются какого-то благоустройства или вещей, которые затрагивает каждый конкретный двор. Это само собой есть. Но еще общий эмоциональный фон. Встречи были как со взрослыми частью населения, так и с детьми. Мне очень понравилось то, что в клубе «Факел» было много детей, и это было живое такое общение, не заформализированное. Вот именно это направление, думаю, мы еще и будем развивать. То есть в рамках школы, может быть, тоже мы встретимся с школьниками. Потому что дети действительно ставят интересные вопросы, и самое важное, что у детей есть запрос на общение. А какие вопросы дети задавали? Допустим, есть такие периоды, когда в школе холодно. Детям запрещают в некоторых школах учителя настаивать на том, чтобы они были в туфликах и не одевали свитера. Считаю, что, конечно, это перегибы, нужно смотреть на температуру за окном. Очень волнует детей недострои. Как правило, дети были с округа Нагаева. Понятно, что они там гуляют, они это видят. Из окна видят там недостроенные, забитые колонны, брошенные. Понятно, что где-то это уже частная собственность, где-то просто заброшено. Их очень волнует благоустройство района. То есть, чтобы эти недострои были либо ликвидированы, либо на их месте что-то появились какие-то объекты. Было такое консолидированное мнение о том, что нужен пешеходный переход с вызовом сигнала от медицинского колледжа к улице, к дому Октябрьская, 20. Еще вопросы касались благоустройства дворов. Вот именно где дети проживают по благоустройству. И подходные пути к 21-й школе. В 13-й гимназии тоже вопрос касался именно подходных путей, подъездных путей от дома радио. То, что там грунтовая дорога, грязь, дети, идя в школу, все это несут в помещение. Ну и, соответственно, и обувь, она от этого сильнее изнашивается и вызывает много-много-много нареканий. Поэтому тоже нужно комплексно посмотреть на благоустройство этой территории. В ближайшее время мы встретимся с главой и обсудим эту тему, чтобы было проведено комплексное обследование и проектные работы были включены в план задания. Нагаева ждет грандиозное будущее. Сейчас много городских проектов планируется относительно этого микрорайона. Вот каким вы видите этот микрорайон? Действительно, планов много, но вот из того, что уже находится в стадии работы, да, это бассейн у нас строится, и сквер-маяк в следующем году начнется его строительство. Поэтому это вот тот минимум, который появится. Сквер-маяк, я уверен, за собой повлечет и благоустройство улицы самой Приморской с лестницами, с тротуарами, с освещением, которое должно там быть, о котором тоже много говорится, и жители эти вопросы тоже ставят. То есть вот тот вот участок, он должен потом еще комплексно захватить благоустройство и подходных, и подъездных путей к скверу. Бассейн, который строится, уже строится. То есть я думаю, что он в обозначенной строке будет построен. То есть это уже, можно сказать, что бассейн есть. Ну а по всем другим проектам, о которых говорится, только хочется пожелать того, чтобы это осуществилось, и были проведены проектные работы, оформлены земельные участки, так как это все планируется, и новые объекты появились в нашем микрорайоне. Ну что ж, спасибо вам за беседу. Удачи жителям вашего микрорайона. Удачи микрорайону и нашему городу. А я напоминаю, что мы беседовали с председателем Магаданской городской думы Сергеем Владимировичем Смирновым. До свидания. Магаданской городской думы Сергеем Владимировичем Смирновым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова